Добрый вечер, в эфире вопрос с пристрастием, я Вадим Родионов. Сегодня у нас в гостях бывший президент Латвии, депутат Сейма Гунтис Ульманис. Гунтис Ульманис родился в 1939 году в Риге, племянник четвертого президента Латвии Карлиса Ульманиса. Детство провел в сибирской ссылке с 1941 по 1948 годы. В 1966 году окончил Латвийский университет, работал директором комбината бытовых услуг Рижского района. В 1993 году Сейм избрал его президентом Латвии. Гунтис Ульманис стал первым президентом республики после восстановления латвийской независимости. Второй раз был избран президентом в 1996 году. В 2010 году избран депутатом 10-го Сейма от блока за лучшую Латвию. Добрый вечер, господин Ульманис. Добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Сейчас на повестке дня один достаточно болезненный вопрос, это выборы президента. Много достаточно интриг сопровождается. Кто станет, пересберут Заттлерса, не пересберут. Как вам кажется, Заттлерс сохранит свой пост на посту президента? Да, уважаемые телезрители, я совсем не согласен с понятием болезненным. Это нормальный процесс выборных процедур, и не только в нашей стране, так бывает во многих странах. И сегодня президент, который находится у руля, он наиболее вероятная кандидатура, достойная кандидатура, которая может быть избрана на второй срок. Я, конечно, не могу ручиться и ручаться, и никто не может за депутатские голоса, но я как депутат и как бывший президент считаю, что Заттлерс достоин, чтобы его избирали на второй срок. Ну, а как бы вы могли охарактеризовать проделанную им за четыре года работу? Ну, наверное, зрители знают, не меньше меня, чем занимается президент, и что он сделал, что не сделал. Это добросовестный, это очень серьезный, это реальный человек, который на жизнь смотрит с тех позиций, которые он приобрел своим жизненным опытом, а опыт у него немаленький, это человек, который берется за дела, который дает прагматический результат. Хотя это президенту Латвии не совсем положено по конституции, поскольку репрезентативная фигура президента, не имеющая никакие права реальной власти. Но, тем не менее, господин Заттлерс очень много делал для того, чтобы взаимоотношения с Россией наладились, и я могу не комментировать, это мы все знаем. Он никогда не остался равнодушным в ситуации кризисном, когда нужно было избирать новое правительство, и когда, можно сказать, старые зубры политики один за другим ушли в сторонку, и пришлось искать нового, молодого, как сегодня господина Домровского. Я считаю, что это была удача для президента Латвии. И такие моменты были очень многие, в том числе и посещение разных уголков нашей страны, в том числе прагматические визиты из-за границы, менее помпозности, менее, так сказать, дипломатических фейерверков, но более реальные взаимоотношения с теми странами, которые находятся у нас по соседству, и которые могут с Латвией сотрудничать на самом деле. — Вы сказали, что президент способствовал во многом тому, чтобы улучшить отношения с Россией, но в то же время, часто можно прочитать и в русской прессе, и в российской прессе, ему ставят в упрек в то, что он отказывается общаться с русскими журналистами на русском языке. Как вы считаете, вот этот фактор никак не влияет на отношения с Россией? Это замечали, там комментировали. — Я думаю, что он должен брать в данном случае пример от меня. Я никогда не... Потому что не проблема в языке. Это мы все понимаем. Мне иногда жалко. Я не думаю, что он отказывается общаться. Мне таких сведений нет. Ну, вы, наверное, более компетентны в этих вопросах. Не в языке дело. Дело в взаимопонимании. И русский язык в мире распространен достаточно широко и много. И по своему опыту, уже 20-летнему занимающемуся в политике, я побывал в многих конференциях, совещаниях, встречах, где наравне с многими другими языками русский язык проходит через переводчиков, через систему, чтобы ты мог наушниками послушать. Так что это не проблема. Ну, что я могу комментировать? Просто в будущем надо эту ситуацию немножко менять и говорить на языке, чтобы оба поняли. А если внутриполитический вопрос, если касается внутренних вопросов, тогда, конечно, латышский язык должен быть приоритетным. Если это касается вопросов, которые выходят за пределы Латвии, ну, тогда нужно говорить на разных языках. Ну, как вы считаете, Затерсу удалось стать президентом всех жителей Латвии? Вот об этом он говорил еще накануне своего вступления в должность 4 года назад, что он хочет быть президентом всех латвийцев. Ему это удалось? Это мечта каждого президента, но мало кто из президентов эту мечту достигает. И это немножко философский вопрос, потому что у каждого человека, у каждого жителя Латвии есть свои мнения, свои взгляды, свои взаимоотношения. И навязывать мнение, что я именно твой президент, это не стиль и не годится. Я считаю, что население само определяет, чей президент и какой президент, и кто ближе, кто не только поближе. Я не хотел бы этот вопрос конкретизировать. В публичном пространстве появилась информация о том, что претендовать на пост президента, возможно, смогут Ингуна Судреба, госконтролер, который пользуется большой поддержкой общества, и Сулвит Аблтаня, спикер Сейма. Как вам кажется, насколько серьезны эти кандидатуры, насколько они могут составить конкуренцию в Альдису Затерсу? Не могу судить, поскольку я не почувствовал ни разу желание от этих двух кандидатур быть президентами. И я нигде и никогда не слышал, что кто-нибудь выдвигал вами названный кандидатур на пост президента. Так что, если такое движение начнется, и если такое желание будет проявлено, ну тогда будем и рассуждать, потому что я считаю, что в Латвии достаточно много опытных людей и солидных людей, которые могут претендовать на пост президента. Но пока это не сделано, до тех пор, я думаю, нет смысла обсуждать эту проблему. Но Ингуна Судреба заявила бы о том, что она была бы не против, если бы ей поступило такое предложение. То есть она высказала желание побороться за президентскую должность? Не в курсе дела. Не в курсе дела. Это неправильный подход. Я думаю, что более правильный, когда тебе высказывают предложение, и ты отвечаешь, а не, по вашему примеру, мне он не кажется совсем корректен. В коалиции нет единого мнения по поводу того, поддерживает Заттлерса или нет. В общем-то, разные депутаты из разных партий высказывают разные мнения, и пока, в общем, не ясно, каким будет голосование. Как вы считаете, в чьих руках находится, ну, скажем так, золотая акция? От кого будет зависеть? От какой политической силы? Кто станет президентом? Ну, первые, кто выдвинули кандидатуру Заттлерса и официально стали на этот путь, это фракции Парла в Латвии. У нас имеется 8 мандатов. Каждый из этих мандатов очень серьезный, очень солидный, с богатым политическим опытом. У меня нет сомнений, что наша фракция и все 8 проголосуют за кандидатуру Заттлерса. И за нами уже тогда последовала Вену Тейба, которая тоже объявила о полном согласии, о том, что будут голосовать. И потом последовала уже Весу Латвии, Тайвзем Бривейба. Так что это уже солидный багаж, близок к 50%. И все остальное зависит от двух очень солидных, очень уважаемых фракций, крестьяне и Соскане. Ну, кстати, центр согласия, его лидеры высказывали о том, что именно от них зависит, кто будет президентом. Не согласны? Как нельзя сказать? От каждого депутата зависит. 100 депутатов, и каждый мандат имеет свою ценность и свою весомость. Давайте затронем тему интеграции. В последнее время достаточно много об этом говорят. После того, как глава Минкульта с армией Тейлерта возглавил этот процесс, много достаточно споров вокруг него. Как вы считаете, насколько удачно в Латвии проходит процесс интеграции нацсмешинств? И удачно ли? Проходит. Но не столь успешно, как в мое время. Потому что это было начало, и мы после Атмады придавали этому очень большое значение, потому что каждый человек, каждый житель дорог для Латвии в будущем, с тем, чтобы он начал свою жизнь независимой Латвии с такой уверенностью и верой в той страну, в которой он живет. Потом был какой-то промежуток, когда некоторые посчитали, что все в порядке. Были созданы благоприятные, я в кавичках ставлю условия для того, чтобы создать двухобщинное общество, и я это сам лично чувствую, заходя то ли в магазин, то ли в других общественных местах, я вижу, что все-таки группируются люди вокруг своего языка. И это не совсем хорошо для будущего нашего общества, для будущего Латвии, для будущего всех нас. Поэтому я довольно с таким оптимизмом наблюдаю, что сейчас в последнее время вопросам интеграции уделяется все больше и больше внимания. Но нельзя вопрос интеграции превратить в механический процесс. Создали институцию, завели бюрократию, издали законы и так далее, и пошла интеграция. Такого больше не будет. Это зависит от того, как мы живем на практике. Как мы живем в театрах, в домах культуры, в телевидении, в радио, на улице, в трамвае, в конце концов, как мы на базаре встречаемся. Потому что там уже эта ситуация определяется всегда по-черному, очень конкретно и очень показательно. Я считаю, что любой политик, любой министр, любое ведомство к этим вопросам должна относиться с большим тактом. И никогда не навязывать друг другу те вопросы, которые ты чувствуешь, для него очень чувствительные. Я, например, никогда не стараюсь говорить, говори так или говори так. Или делай так, или делай так. Это большое умение. Я думаю, что наше общество кое-что научилось в этом плане. И это я чувствую по взаимоотношениям, в том числе, с соседними странами. Это я чувствую по обществу, с которым я встречаюсь, в России, Белоруссии, Украине. Я бываю иногда в этих странах. И я чувствую, что как изменился там климат взаимоотношений с Латвией. Уже нету той иногда отрицательным взаимоотношений, как было в свое время со шпротами или там с какими-то другими, с транспортными перевозками и так далее. Потеплело, да? Да, потеплело. Именно потеплело. Ну, видите, я, это мое субъективное, это мой жизненный опыт, начиная с Сибири и кончая Латвией. Я не могу ручаться, что это именно так. Но это мое пожелание. И это мое мировоззрение и мое отношение к этим вопросам. Вот сейчас можно услышать мнение, в том числе от Сармита Элларта и от кардинала Яниса Пуеца, что нацменьшинством необходимо признать, что латыши доминирующий народ и, в общем, признать это. И если не подчиниться, то принять это. Вот как вы считаете, это верный путь? Терминологии не годится. Терминологии не годится. По сути дела, каждый человек любой национальности, который проживает Латвии, он в душе рано или поздно будет признавать и знамя, и гимны, и песни, и границы, и том, что Латвия есть Латвия, отсюда вытекает и менталитет, и культура, и традиции, и истории, и все остальное. Но я не согласен с такой грубословной постановкой вот делай так, делай так. Поживем, увидим. Сейчас можем наблюдать такую картину, что, в общем-то, происходит такой некий всплеск национализма, как с одной, так и с другой стороны. Это связано с тем, что в ВИСу Латвия и ТБДНЛ инициировали сбор за закрытие, за ликвидацию образования на нелатышском языке, в то же время часть русских людей организовали акцию в поддержку русского языка как второго государственного. Вот о чем эти тенденции, на ваш взгляд, свидетельствуют? Это какие-то разовые акции? Может быть, не столько национализм, столько радикализм по всему миру. В Финляндии выборы, если вы знаете, там радикальные с нескольких процентов вдруг парламент проскочили на 16 или 18 процентов. То есть, мы часть какой-то глобальной системы в данном случае? Это глобальное явление, глобальное явление, потому что нации каждой страны, тем более маленькой, они, понимаете, латыши, которые выдвигают те или другие или третьи требования, не от того, что они очень могучие, крепкие, сильные, так сказать, все дозволенности. Нет, это того, это не от опасности, от страха, что для русского языка нет проблем. Он будет в Латвии, то ли в Эстонии, или в Украине применяться, или в других странах. русский язык слишком большой, чтобы думать об этом. Для латышского языка все-таки единственное место в мире, где он может только процветать, укрепляться и так далее, и так далее. И поэтому, ну, это как цветок, как самое дорогое, что для каждого латыша сохранить и умножать, и укреплять свой язык. И я это именно так на эти вопросы смотрю, а не с точки зрения враждебности или что-то навязывания. Поэтому я против таких диктаторских методов этого вопроса. Мы уже говорили пять минут обратно по этому поводу. О том, что взаимножение, и я, когда встречаюсь с русскими людьми, и когда говорю о языках, они меня понимают. Они понимают. Я могу на их языке говорить, но я с большой радостью слушаю, как они говорят на моем языке. И я, как латыш, ставлю перед собой целью, что если я убежу двух, трех, пять, десять русских людей любить латышский язык, я уже свою, так сказать, гражданская обязанность или обязанность перед своим латышским народом выполнил. не какими-то методами насилия, навязывания, диктаторством и так далее. Референдум не всегда самый лучший вариант и с той или с другой стороны. Я, наверное, не буду активным участником ни одного из этих референдумов. Ну, а как вам кажется, страх вообще, действительно русский язык представляет угрозу для латышского? Не русский язык, не русский язык. Страх глобализации, международных процессов, взаимоотношений. Ну, например, многие могут посчитать, зачем мне в Латвии латышский язык, потому что я все равно буду общаться там с Японией, Францией, Китаем или не знаю где еще. И на латышском языке там никуда далеко не уедешь. А на латышском языке я могу только местные вопросы решать. А местные вопросы мне не очень интересуют. И вот здесь начинается эта проблема. Хочет ли этот человек почувствовать местную красоту, местные взаимоотношения, истории, этнические вопросы. Дело не в страхе. Дело все-таки в том, что Латвия будет до тех пор красивой, хорошей и достаточно сильной. До тех пор будет язык существовать и чувствовать себя уверенно и сильно. Выступая на Балтийском форуме несколько лет назад, вы сказали о том, что рады, что русский язык здесь востребован и что он здесь развивается. Это действительно так? Да, я говорил так, потому что русский язык это не только политика, это не только парламентские дебаты. Русский язык это для меня и культура русская. Я недавно был удивлен, когда журналисты ко мне подходили и спрашивали, чтобы я им что-нибудь прочитал на Пушкина. Я, конечно, уже Пушкина плохо помню, потому что года берет свое и другие дела, но я люблю Пушкина и люблю Толстого, и люблю Лермонтова, и кинофильмы, и все остальное. Нет, русский язык это общение с русской культурой, которая очень богатая культура. А как вам кажется, статус русского языка в Латвии он имеет статус иностранного языка, это достаточно для него здесь, или все-таки можно его как-то изменить? Но если нет до государственного уровня, то, скажем, до официального, в местах компактного проживания русскоязычной общины. Вы знаете, ставим этот вопрос для будущих поколений. Для меня сегодня важно, чтобы латышский язык был государственным языком, для меня было важно, чтобы на русском говорили те, которые недостаточно еще пока латышки и не выучили, но для них общее должно быть, это мое пожелание, должно быть неправильное слово, может быть, пожелание, чтобы они в этой стране находили что-то интересное и для себя ценное. Вы согласны с мнением премьер-министра и ряда правящих политиков о том, что страна уже, в принципе, вышла из кризиса? Нет. Далеко не вышла из кризиса. сейчас находимся? По макро-показателям вроде 0,1% уже идет к улучшению, но потом, как живет сейчас народ, я думаю, что народ живет плохо. А что необходимо сделать и что делает или не делает правительство для того, чтобы изменить ситуацию? На ваш взгляд? Я бы видел более энергичные или более инициативные действия со всех министров. Пока-то мы очень часто чувствуем, что премьер там и премьер тут, но мало чувствуем, что в каждое министерство вносило свой вклад в изменение разных деталей законов, изменение порядков, ущемление бюрократии, в улучшении там сферы обслуживания и так далее, и так далее. Такое впечатление, что министры смотрят на очень популярного премьера и думают, что этим все закрывается. Я жду от них, что в будущий период они должны внести каждый свою лепту. Я жду от того, чтобы начали работать ряд законов, которым были обещаны, что этим мы добьемся увеличения совокупного общественного продукта, что мы добьемся увеличения экспорта, что мы добьемся снижении цен и так далее, и так далее. Пока это не чувствуется. И страна находится сейчас в такой ситуации, когда вроде ответственные люди нам говорят, что они все сделали, но в реальной жизни мало что продвигается. Поэтому, кроме того, ряд таких изменений в законах ошибочные. Например? В доход налоговой системе должны меняться в ситуации, когда мы не заинтересовываем и не делаем все для того, чтобы рождаемость увеличилась. Не будет рождаемости, не будет проблем. А как можно изменить? Проблема демографии тоже достаточно широко обсуждается. Что сделать? Демография это вопрос долгосрочный. Демография, которая состоит из, я бы сказал, из сотни компонентов. И то, что созданы две комиссии сейчас в парламенте и правительстве, с одной стороны хорошо, но то, что она друг другу пытается доказать, что которая из них более эффективна и более лучше, это не совсем хорошо. Не думаю, что мы должны смириться с теми всеми налоговыми порядками, которые сейчас имеем. Не думаю, что предприниматели достаточно заинтересованы в развитии своего предпринимательства именно в Латвии. Например, можно очень хорошо связывать предпринимательство с демографией. Если предприниматель имеет в семье трое детей, у него налоги должно быть на 20-30, я не знаю, сколько процентов меньше. Если 5 детей, пусть платит налоги на 50 процентов. Вы предлагали вообще бездетных обложить больше налоговыми? Это да. Мы говорили, что больше 5 детей вообще пусть. Если человек обеспечивает жизнь и будущее 5 молодым особым людям, так какие ему еще налоги платить? Он же все свои налоги заплатил именно в этих детях. И такие примеры очень много. Но постепенно правительство берет целый ряд мероприятий и предложений от тех, которые были в Латвии, от тех, которые Сасканец Центрис предлагал. И я думаю, что такая хорошая черта сегодняшнего парламента, что они не стесняются принять те предложения, которые мы давали год тому обратно. Если эта дорога так и пойдет в будущем, то парламент со временем может выйти из всей стагнации, которой находились в предыдущей парламенте, жесткое деление позиций оппозиции. Их работа будет оцениваться по результатам тех законов, порядков, которые они приняли. Центр согласия не взяли в правительство, ему было выдвинуто условие признать оккупацию, возьмем, не признать, не возьмем, они не признали, их не взяли. Как вы считаете, это было ошибочно? Не верю, что кто-то мог выдвинуть такое условие оккупации. Это было даже публично. Вот назовите, что признаются оккупацией. Я отмеживаюсь от этих таких градаций и расширений. Центр согласия сам виноват, что он не находится в правительстве. Почему? Это не моя позиция, это позиция в мире общем принятом. Если партия, попадавшая в парламенте, не попала в позицию, вини себе и работай лучше, работай больше, делай то, чтобы ты мог попасть в позиции. Но искать адвокатов и искать, кто-нибудь будет жалеть, ай-ай-ай, какие-то вы молодцы, но кто-то вас там обидел, не взял в правительстве, работай так, чтобы ты попадал в правительство. То есть, вы считаете, что они это прикрываются этим заявлением, что нас не взяли потому что... Не знаю, что они хотят. Мне вполне нормальные отношения с Центр, чтобы я как-то вместо них что-то начал сейчас обсуждать или делать выводы. Я уверен, я так на них поглядываю, по правой стороне они от меня сидят. Довольно много молодых людей, активных, инициативных людей. Первый раз в парламенте они с большим интересом следят за процессом, но пока еще не чувствуется их голос. И я думаю, что со временем они себя проявят, покажут и сделают выводы из того, почему они не в правительстве. Они, конечно, могут сейчас обрушиться на меня, то, что я сказал. Но это уже дело будущего. Прошло уже некоторое время со времен последних выборов за лучшую Латвию. Получило 8 мест. Многие прочили, что будет больше. Вот если с позиции уже прошедшего времени оценить, это был какой результат? Плохой, хороший? Как вы его оцениваете? Какой он есть, такой он и есть. 8 мест в парламенте это намного больше, чем ни одно место. Вы лучше меня знаете, сколько разных группировок, объединений, партий в Латвии и сколько из них находится в парламенте. Поэтому мы не плачем по прошлое, мы думаем о будущем. И все 8 депутатов, которые в парламенте, вносят очень реальную, очень деловую атмосферу. и вы часто бываете на парламенте, вы видите, как фокусируется всегда обсуждение вопросов, если выступает кто-нибудь на трибуне из парламента Латвии. И я горжусь и благодарен своим коллегам, своей фракции, которые свой жизненный политический опыт очень добросовестно, потому что мы знаем, какие люди там у нас фракции имеются и какие обвинения они получали предвыборной кампании, они очень добросовестно отрабатывают ту надежду и ту доверие, которую им высказал избиратель. Какое будущее вообще у блока за лучшую Латвию? Как собираетесь развиваться? Есть идеи? Мы пока поэтому этот вопрос отложили в сторону. У нас есть взаимная договоренность, что мы каждый свой потенциал, свои знания используем ради общего дела то, что просматривается в парламенте, а политические дискуссии, дебаты. Наверное, он начнется с выборов местных властей, когда будут. Это через год, через два. Там, кстати, были уже такие высказывания представителей за лучшую Латвию о том, что, возможно, с центром согласия придется объединиться и пойти на выборы на место. Не было таких. Были заименными? Наоборот. Таутас партии и первая партия более настроена к тому, чтобы отдельно идти, потому что они думают теперь между собой, они гадают, что бы было, если бы было. Если бы по одиночке шли, сколько бы получили, сколько бы не получили. Ну, это вопрос таких кулуарных дискуссий. По-серьезному политических, конструктивных вопросов не было ни между партиями, ни между отдельными группами. Мы уже затрагивали тему России сегодня в нашем интервью. Вот в завершении программы время, к сожалению, подходит к концу. Вот есть такие мнения, что, в общем-то, российский, восточный рынок, не только Россия, Украина, Беларусь и прочее, могут помочь Латвии выйти из кризиса, если больше и интенсивнее развивать сотрудничество с этими государствами. Как вы относитесь к этой идее? Любой рынок для каждой страны дорог и нужен. И я не сторонник тех, которые начинают, как было когда-то железная стена или железный занавес. И вот опять делают какой-то занавес. По этой стороне занавес это выгодный рынок, это невыгодный рынок. Нам любой рынок выгодный, который дает нам возможность производить, продавать, покупать, общаться и наводить взаимоотношения. С точки зрения политики, рынок восточный с Россией нам нужен и приятен. Потому что наряду с торговыми взаимоотношениями, как правило, всегда и налаживаются общественные взаимоотношения. А плохая та страна, которая не хочет хорошие взаимоотношения со своим соседом. В свое время мне президент Клинтон, когда мы говорили о выводах российских войск, о разных других взаимоотношениях с Россией, всегда говорил, хорошо, вы эти вопросы решаете, но потом всегда вспомните, что сосед это очень важно и очень ценно для любой страны, для любого народа. Поэтому мы, так сказать, в нюансе тем, что мы говорили полчаса тому обратно, я всегда считаю, что вот эту ценность взаимоотношений и соседское мы должны сохранить и развивать и в будущем. Ну, это очень такая хорошая нота, чтобы завершить сегодня наше интервью. Спасибо вам большое, господин Нурманин, что пришли к нам и всего доброго. Вы смотрели «Вопрос с пристрастием». Напомню, что у нас в гостях был бывший президент Латвии, депутат Сейма Гунти Сульманис. Ну, а я с вами прощаюсь и увидимся на канале «Просто ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова